Песня Песня Праздник церковный и праздник светский объединились 4 ноября в России. После службы и причастия в Раменском во Дворце культуры имени Воровского состоялся концерт «Согреем детские сердца». На него были бесплатно приглашены все желающие, в их числе воспитанники детских домов и дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Сегодня такой великий праздник. Казанская Божья Матерь. Это такое я сегодня на ранней службе был, на семечасовой. Это прочищался, это было так прекрасно. Народу было очень много. С детишком веру в Господа нашего Иисуса Христа, здоровья им, благополучия, счастья. Ну, все самое-самое-самое лучшее, что надо детям. Храни меня, хвостик лютый, храни меня, хвостик лютый, провести славу и мечты. Хочу поздравить всех православных христиан с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Всех россиян с великим праздником, который для нас теперь стал уже традицией, отмечать именно в день Казанской иконы Божьей Матери. Это день единства. Когда ребеночек улыбается, когда ребеночек радуется, конечно же, и взрослым всем радостно на душе. ПЕСНЯ На протяжении нескольких лет ведется сотрудничество между Казанским храмом и ДК имени Воровского. Благотворительный концерт 4 ноября проходит с участием творческих коллективов района и воспитанников Воскресной школы Казанского храма. КАЗАНСКОГО ХРАМ Ну, конечно, всем вместе помогать. И материальные сборы нас же много. Каждый понемножечку вложит в это все, и мы поможем. С концертами можно также выступать, благотворительными. Тепла в сердце, в душе, света. Вот. И чтобы были более добрыми, более открытыми люди. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Я считаю, что для каждого, наверное, русского человека, особенно сейчас, когда этот праздник вместе с государственным совпал, да? День единства народного. Я считаю, что для каждого нашего человека, особенно для мам, для женщин, этот праздник очень важен. Для меня это праздник моей семьи, меня, моих родных, моих знакомых, моих друзей. Цвет Богородицы – это цвет синего неба, мирного неба над головой. Я желаю мирного неба всем, всем нам. Благотворительные концерты – это финал акции московской епархии «Согреем детские сердца», которая проходила в течение двух недель. Для нуждающихся в помощи детей были собраны вещи, продукты, констовары. Организаторы поблагодарили всех благотворителей. А у ребят на душе стало сегодня теплее. Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». Скрябина. Для программы «Городские вести»